Всем привет, с вами снова Джереми. Каина выпустили в патче 7.14. Он находился в разработке с августа 2016 года после решения Riot создать нового агрессивного лесника ближнего боя. На тот момент уже было несколько похожих джанглеров, к примеру, Казикс и Джарван, но прошло уже много времени с тех пор, как Riot выпускали что-то подобное. Вместо этого они занимались другими типами джанглеров, вроде Kindred – Джанглер Стрелок и Иверн – Джанглер Поддержка. Сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на время до релиза Каина, рассмотреть его цикл разработки и выяснить, каким бы мог быть Каин. Начиная с цикла разработки и выбора идеи, определение характера чемпиона прошло почти безупречно. Команда дизайнеров приняла во внимание вышедших незадолго до этого или бывших в разработке чемпионов и обнаружила, что среди них были не гуманоиды – Иверн, Клед, Аурелиан Сул. Это направило их в сторону разработки гуманоидного чемпиона, вне зависимости от того, был бы это просто Человек или то, что называется Человек Плюс, то есть небольшое изменение гуманоидного типажа. Один из удачных подобных примеров – Варус, Человек, поглощенный Даркином. И это привело к идее Riot Scruffy выбрать трансформацию в Даркина как ключевой элемент геймплея. Похоже, что идея пришлась по душе команде дизайнеров, частично из-за того, что от сообщества поступала куча запросов на нового трансформирующегося чемпиона. Так и начался процесс разработки Каина, известного тогда под именем Немезис. В самом начале было задумано, что Немезис будет в прямом конфликте с Шаей и Рейконом, но это бы помещало на второй план его внутренний конфликт. После долгих обсуждений Riot решили, что его внутреннее противостояние было гораздо интереснее. В особенности, если учитывать тот факт, что оно являлось ключом к его геймплею. Так что связь с Шаей и Рейконом отменилась. Riot пробовали различные характеры для Немезиса, вроде более спокойного и уверенного, но в итоге остановились, если можно так сказать, на заносчивом, потому что это больше соответствовало конфликту внутри него. Проблема стоических персонажей в их излишней сосредоточенности и серьезности, что и случилось с Каином, фразы озвучки которого на тот момент все были о сохранении спокойствия. Ведь из-за беспорядка творящегося внутри него и его способностей, он бы вел себя как нахальный гений. И спокойный персонаж не подобрал бы косу, зная опасности, заключенные в ней. Это сделало конфликт между Каином и Растом более интересным. Высокомерный заносчивый персонаж вроде Каина гораздо более вероятно попытается противостоять Даркену. И так как Riot серьезно относятся к совпадению геймплея и тематики в недавних релизах, умения Каина должны были соответствовать двум критериям. Его набор умений должен был быть связан с его прошлым, Орденом Теней, а также показывать порчу Даркена. Одной из первых новостей об умениях Каина поделился Дэниел Кляйн. Из нее можно понять, что с косой определились довольно рано, учитывая, что этот набор умений датирован 8 ноября прошлого года. Это и стало третьей деталью, ведь умения Каина должны были имитировать размах косы, принося АОЕ разрушения на поле боя. Изначально умение под Кью был основным его источником урона. При помощи косы он буквально нарезал врагов вокруг себя. Любопытно, что Вэшка напоминала его текущую ульту. Вы прыгали в направлении противника и становились недоступными для выбора в качестве цели на несколько секунд, затем уходили в выбранном направлении. Это умение стало ультимативной способностью и заменило раннюю версию ульты, дававшей выбор игрокам. Принять аспект Даркена и получить усиление ближнего боя. Или остаться приверженным прошлому Каина и использовать марку убийцы, позволявшей вам телепортироваться к врагу с нанесением урона. Но это бы сделало Каина очень похожим на Зеда, хотя и без такого игрового потенциала. Вэшка Немезиса была заменена на линейный скиллшот, похожий на скиллшот Атракса, что еще раз напоминало о Даркене. Это стало хорошим способом удостовериться, что в его умениях есть все, что требуется. Хороший баланс между Даркеном, сумеречным убийцей и способностями косы. Единственное умение, которое не особо изменилось с начала разработки, это Шаг в сумерки. Интересно то, что изначально это умение было создано для Аошина и могло бы попросту не попасть в игру, если бы не изобретательность Фэн Фэнга сотрудника Riot, который отвечал за разработку Аошина в 2013 году. История такова. Фэн Фэнг придумывал сумасшедшие идеи для его чемпиона Дракона, пока в один день не решил, что Драконы должны уметь летать. Он назвал это умение «Истинный полет», и оно позволяло Аошину пролетать над препятствиями. Дэниел Клейн рассказывал о том, что пока он не знал код этого решения, и он был ошарашен тем, что Фэн Фэнг с этим справился. Сделать так, чтобы стены на карте не вели себя как стены, это довольно сложно, но Фэн Фэнг придумал элегантное решение. Необходимо было взять каждую команду движения, остановить ее регистрирование, заменив рывком в выбранное место. И с условием, что подобные умения и так проходят сквозь стены, «Истинный полет» позволял Аошину постоянно находиться в таком состоянии, при этом полностью игнорируя любые препятствия. До добавления «Истинного полета» умение лишь добавляло Каэну скорости, а также наносило дополнительный урон при следующей атаке. Но Дэниелу было сложно найти хорошую вторую форму умения, ведь нужны были варианты для Даркина и «Сумеречного убийцы». В итоге он пришел к тому, что убийца использовал бы «Истинный полет» как активное умение с лимитом по времени, таким образом, позволяя легче его сбалансировать. И оно бы не вышло из-под контроля. Так как это умение быстро всем понравилось, его сделали стандартной Ешкой с бонусом при выборе трансформации в «Сумеречного убийцу». Таким образом и появился «Шаг в сумерки», а «Истинный полет» Аошина стал полноценной частью игры. Еще одно умение, не вошедшее в игру, что-то вроде астральной проекции. Дэниел Кляйн объяснил, что Каэн мог оставлять позади свое настоящее тело, посылая свою астральную проекцию сражаться за него, и даже если бы вы ее убили, Каэн бы просто вернулся в свое тело. Но если бы враги нашли реальное тело, они могли бы вас убить, таким образом, покончив и с астральной формой. Звучит довольно безумно, и скорее всего идея пришла от ранних версий умений Эко. Дэниел упомянул, что это умение может однажды вернуться в игру, если райот найдут ему хорошее применение. Так что даже если оно не досталось Каэну, путь в игру оно в итоге сможет найти. После всего этого Рэд доработали геймплей и представили Каэна для игроков. Надеюсь, вам понравился этот взгляд изнутри на разработку чемпионов в Лиге Легенд и обзор того, каким бы мог быть Каэн. Если это так, то ставьте лайк, а также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если же вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и Вконтакте. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз.